Забайкальская природа продолжает манить к себе искателей приключений. А как насчет того, чтобы добраться до самых труднодоступных ее уголков не на своих двоих, а верхом на коне, прямо как монгольский кочевник или сибирский первопроходец? Мы взяли три дальневосточных гектара. Хотели сначала для себя костевой дом построить, пару лошадок завести, а потом, как аппетит приходит во время еды, решили создать проект, где у нас первым этапом стало развитие конного направления. Мы сначала решили заниматься походами. Пешие маршруты уже давно, как карповские пороги, и другие маршруты мы уже самостоятельно будем пролаживать. Ну, как оказывается, оседлать коня достаточно легко, даже новичку. Но для того, чтобы на нем научиться кататься, нужно знать пару нюансов. Если у человека нет панического страха, то нет, несложно. А, то есть главное не бояться? Конечно. В начале, в любом случае, проходит инструктаж. То есть основное вам дадут. Техника безопасности обязательно в первую очередь. Все это отрабатывается. Показываем основные приемы с лошадью. То есть как повернуть, как двигать, как тормозить. Ну, более новичку ничего не нужно. У молодого конного клуба в планах не только катать людей для развлечения, но и готовить настоящих спортсменов. Мы здесь планируем на данной территории развивать конкурс. Это преодоление препятствий на время. То есть есть определенный маршрут из препятствий и определенное заложено время. Садник должен преодолеть их в правильном порядке. Ну, к этому, естественно, ты не придешь быстро. То есть ты не пришел заниматься и через два занятия и поехал прыгать. Так не получится. Вначале, в любом случае, идет начальная подготовка. В этот спорт приходят еще детьми. Злате 14 лет. Она занимается конкуром 3 года. Поначалу ей, конечно же, было страшно, но это того стоило. Мне как бы сначала, конечно, перед первой тренировкой было немного, ну, как бы, страшно. То, что-то новое, пробуем. Вот, потом как бы пробовала. Мне это очень сильно понравилось. Меня прям к этому тянуло. Перед преодолением препятствий. Тогда уже думать-то нечего было. Ты несешься вот буквально на барьер. И страха уже нет такого. В перспективе планируется построить и комфортные гостевые дома, в которых можно будет расположить спортивный лагерь для юных конкуристов. Кроме этого, именно здесь собираются проводить сеансы ипотерапии, которая сейчас в нашем регионе стала недоступна из-за закрытия госконюшни на карантин. Эльшат Сафаров, Данил Ботвинский, Никита Дроздов. РТК Забайкалье.